Всем привет! Сегодня у меня опять видео о посылочке. Посылочка из магазина Мир Вышивки. Ну да, у меня юбилей в этом году. Еще очень много будет и посылочек, и подарков, которые я еще не показала. Я думаю, что для тех, кто любит такие видео на моем канале, в этом году будет что посмотреть. В общем, посылочка из магазина Мир Вышивки. Для тех, кто еще ни разу не делал заказ в этом магазине, у меня есть промокод INESA. Если вы им воспользуетесь, то получите 10% скидку на свой первый заказ. Ссылочку для перехода в магазин я оставлю вам под видео. Можете перейти. Обратите внимание правильно, как пишется мое имя, потому что если вы сделаете ошибку, то промокод не сработает. Скидку вы получите дополнительно к тем скидкам, которые есть на сайте. То есть, если на сайте 7% скидка и плюс по промокоду 10%, и того у вас будет 17%. Я думаю, это прекрасная скидка. Сейчас в магазине под Новый год будут проходить очень много акций, много разных скидок. Поэтому я думаю, что вы сможете сделать много удачных покупок. Ну а сейчас приступим непосредственно к посылочке. Я уже показала один из наборов, который предоставил на обзор магазин Мир Вышивки. Я его показала в предыдущем ролике. Если вам интересно, можете перейти, посмотреть. Я в конце этого видео вам оставлю ссылочку для перехода. Если не видели, то посмотрите. Очень интересный набор, новый производитель Lety Stitch от компании Lucas. Делала я подробный обзор на этот набор. Ну и также я показывала некоторые фрагменты из своей жизни, свой юбилей. Если вам интересно, то вы можете потом сходить и посмотреть, когда закончится это видео. Вот такой наборчик я заказала. Обалденный наборчик. Подробный не буду делать сейчас обзор. Только потому, что этот набор у меня в любимчиках. И сколько раз я его заказывала. Я уже дарила его, по-моему, многим рукодельницам. Вышивается шерстью. Я шерстью не вышиваю. То есть я этот набор приобретала и подружкам всегда дарила. На этот набор в магазине Мир Вышивки очень смешная цена. То есть если мы вот так посмотрим на эти баночки, то нам покажется, что этот набор из трех баночек стоит дорого. На самом деле он совершенно недорого стоит. Если перейдете в магазин, то в этом убедитесь. Здесь три баночки. Вот здесь они двухсторонние. Собственно, почему я заказала этот набор. То есть я хочу его открыть, этот набор. Хочу по этим ниткам купить ниточки гамма и вышить. Ну, в общем, я не решалась вышивать этот набор, потому что он вышивается шерстью. Но потом вдруг, когда я всем подружкам подарила такой набор, я тоже захотела его вышить. Девочки показывают готовые работы. Они просто обалденные. Так что я решила, что в моей коллекции такой набор тоже должен быть. И посмотрите, какой есть прекрасный утюжок у фирмы Риолис. Обалденный утюжок. Сверху фетр. В общем, мне этот утюжок очень понравился. И я думаю, что в моей коллекции такой утюжок тоже будет. Этот наборчик тоже в будущем закажу. Вот такой сувенир подарить своим рукодельным подружкам, это просто прелесть. Я, кстати, видела в продаже вот такие сувениры. И мне даже кажется, что здесь есть вот такой бисер или стеклярус. Как будто он длинненький бисер. Или просто это такое все миниатюрное. Ну, в общем, для того, чтобы посмотреть поближе, я обязательно в будущем закажу вот такую игольницу от фирмы Риолис. И если вышивается шерстью, то я точно так же вышью хлопковыми нитками. Мне хочется иметь такую схемку для того, чтобы сделать несколько таких утюжков, чтобы их дарить как сувениры своим подругам. Просто обалденная разработка. Я считаю, что вот этот утюжок и вот эти баночки, это просто нереально красивая разработка от фирмы Риолис. Еще и по такой цене. В общем, я считаю, что такой набор должен быть в коллекции у каждой рукодельницы. Даже если вы его не хотите сами вышить, я уверяю, что когда к вам приедет подруга и вам что-то нужно подарить, вы всегда сможете подарить вот этот набор. Он и по цене недорогой, но эффект от готовой работы, он просто будет выглядеть намного дороже, чем цена самого набора. Просто мы с девочками уже в этом убедились. Видели готовые эти баночки. Так, что еще я заказала? Еще я заказала фетр. Ну, вы помните, да, сколько я искала в Оренбурге фетр. Всегда мне почему-то попадается зеленый цвет или синий-голубой. Но мне иногда нужен фетр. Вот именно желтый или красный для рождественских сюжетов. И в магазине Мир Вышивки на фетр просто смешная цена по сравнению с нашим Оренбургом. 26 рублей за лист, девочки. Лист А4, 26 рублей. Я даже искала на Алиэкспресс, но я не нашла там вот такого вот жесткого фетра по такой цене. Фетр, то есть обратите внимание, там написано фетр мягкий, фетр жесткий. Но даже на Алиэкспресс, если вы закажете фетр, иногда приходит такой мягкий фетр. Ну, какой-то, не знаю, мятый. Ну, в общем, для игрушек, для обратной стороны он выглядит некрасиво. Вот этот вот жесткий фетр за 26 рублей, я считаю, это просто находка. Я уже в трансляции вам показывала, какой я купила фетр, я очень радовалась. Но потом зашла в магазин Мир Вышивки и увидела там цену. Девочки, мне казалось, что в магазине Мир Вышивки я знаю уже абсолютно все, как свои пять пальцев. Оказалось, что нет. Оказалось, что фетр по 26 рублей я пропустила. И купила в нашем магазине в Оренбурге такой же лист за 40 рублей. Причем 26 рублей, это цена без скидки. Ну, в общем, как я так опрометчиво поступила и зачем я купила в Оренбурге фетр по 40 рублей, я не знаю. Тем более, что он там зеленого цвета, который мне нигде не пригождается. А вот тот фетр, который мне нужен, вот такой вот, желтый и красный, в магазине его не оказалось. Но он лежал в магазине Мир Вышивки и меня ждал. Поэтому как я могла его не взять. Ну и теперь наборчики. Вот такой наборчик я уже показала в предыдущем видео. Тоже из Мир Вышивки от фирмы Овен. Обалденные наборы. Я уже про него рассказывала в предыдущем видео. Размер. Показывала, что здесь вот есть бисеринки. Очень люблю я игрушки на пластиковой конве. Почему я их люблю, вы сможете узнать, посмотрев мой предыдущий ролик. Я там как раз все подробно рассказываю. Ну и дальше посмотрим вот эти два наборчика, которые я заказала. Это вот такой набор от фирмы Мария Искусница. Посмотрите, как он подходит к моему букету. Вот такой букетик у меня стоит на кухне. Я его очень люблю. И посмотрите, как он подходит сюда. Ну и сейчас сразу, чтобы вас не томить, я покажу вам второй набор. Мне кажется, он тоже очень сюда подходит. В общем, эти два набора, они как-то мне показались схожи по тематике. Вы уже видели, что я увлеклась сэмплерами. И многие девочки говорят, почему я так резко переключилась на сэмплеры. Я вас заверяю, что это не резкое переключение. Эти сэмплеры вы видели у меня и раньше. Вот такой сэмплер от фирмы Мария Искусница я уже давно заказывала. У меня два в комплекте есть. И еще заказала я вот такой сэмплер. Делала я обзор подробный. Еще, по-моему, в начале лета. Сейчас уже точно не помню. Вот видите, да, вышивается на линде, на равномерке. И на льне вышиваются вот такие отдельные фрагменты, которые потом пришиваются к основному фону. Я считаю, у фирмы Мария Искусница просто шедевры. Вот эти вот сэмплеры. И давно уже я их купила. Они у меня лежат, ждут, когда я их возьму вышивать. Поэтому странно для меня слышать, что я резко переключилась на сэмплеры. Нет, не резко, девочки. Мне и раньше нравились некоторые сэмплеры. Я уже их приобретала. Но просто это были не такие вот типичные сэмплеры, где узоры. Но все-таки мне нравились вот такие вот наборы, где есть отдельные фрагменты. А особенно есть вот такие отдельные пришивные элементы. Я считаю, что вот этот сэмплер ничем не хуже заморских сэмплеров. Я считаю, что может быть даже чем-то он и лучше. Опять же, я не берусь сравнивать, потому что это дело вкуса. Но лично на мой вкус вот эти наши сэмплеры – это шедевры. То есть даже заморские сэмплеры, несмотря на то, что они очень дорого стоят, на мой взгляд, они даже не такие интересные, как вот эти сэмплеры от фирмы Мария Искусница. Размер этих сэмплеров 30 на 30. Используются линда 27 и лен 28 каунта. Все, как я люблю. На мельчик каунте я вышивать не могу. Это самый любимый мой каунт равномерки. Равномерка Цвайгард. Я не люблю равномерку от фирмы Гамма. Девочки говорят, что она тоже неплохая, но я на ней вышивать не хочу. Мне она рябит в глазах, там неровные переплетения. А на линде я спокойно вышиваю. У меня очень ровные получаются крестики. Мулине Финка. Если вы ни разу еще не вышивали на равномерке и боитесь начать, я вам рекомендую все-таки начать вышивать с линды. Тем более, как видите, наборы Марии Искусницы очень часто комплектуют свои наборы равномеркой от фирмы Цвайгард. Мулине Финка. Что хочу сказать вам по поводу Финки. Уже не раз я говорила об этих нитках. Нитки шикарные, ложатся ровно. У меня вообще такое ощущение, что линда 27-я и нитки Финка, они просто созданы друг для друга. Но, собственно, знакомство с нитками Финка у меня было именно в наборах Марии Искусницы. Так же, как и с линдой. То есть, первая моя равномерка была как раз подушечка от Марии Искусницы. Очень нравятся мне эти наборы. Каждый раз я их хвалю. Вот за эту сумочку особенно. Эта сумочка служит мне для процессов, не только для текущего. Она абсолютно не рвется. Уже несколько процессов у меня были вот в таких вот сумочках. И она просто неубиваемая. Эта сумка на кнопочках. Ну, понятное дело, что мы покупаем отдельно конвертики. Но они жесткие. А здесь очень мягкая такая она, силиконовая. Ну, обалденная сумочка. Мне очень-очень эта сумка нравится. В общем, я ее использую дальше потом, для других процессов. Другие наборы открываю и сюда перекладываю, когда заканчиваю процесс. Вот так. Игла Пермин Дания. Вы знаете, первый раз вижу, чтобы было указано, какая игла. И это классно. Знаете, почему классно? Потому что покупаешь-покупаешь иглы, а они не нравятся. Иногда в наборе такая суперская иголочка. И так хочется узнать, что это за иголочка. И вот когда производитель написал, сразу понятно, хочется купить такие иглы или нет. То есть, производитель не только разрабатывает для нас схему, но и знакомит нас с другими производителями. Но очень часто не знаешь, какая в наборе игла, такие подробности не указаны. В общем, большое спасибо фирме Марии Скусницы за то, что она не только разрабатывает такие красивые сюжеты, но и то, что знакомит нас с производителями. Ну, понятно, что производителей наборов мы знаем, производителей конвы мы знаем. Но производителей игл и других аксессуаров рукодельных мы, в общем-то, не всегда можем знать. Но хочется знать. Поэтому, если вам понравились иголочки от фирмы Марии Скусницы, это иглы Пермин. Посмотрите, какая иглографическая наклейка. Сейчас у фирмы Марии Скусницы заклеены наборчики. Многие вышивальщицы не любят шуршащие пакеты. Я сейчас вас успокою. Пакетики от Марии Скусницы абсолютно не шуршат. Так, сейчас мы все это вытащим. Я очень часто, когда показываю посылочку из магазина, я делаю обзор на какой-нибудь набор. Ну, чтобы видео было более информативное, делаю обзор в этом видео. Я уже показывала, обзор делала. Есть у меня подробный обзор, то есть тоже посылка из магазина Мир Вышивки. И там два набора вот из этой серии от Марии Скусницы. Но там была у меня другого цвета конва. То есть у меня была линда белая, а лен был вот такой вот бежевый. В другом молочного цвета лен. А в другом наборе у меня наоборот основа была линда вот такого вот молочного цвета, а кусочки пришивались на белом льне. А здесь посмотрите, какое сочетание. Линда идет серого цвета и лен вот такой молочный. Кстати, сочетание очень красивое. Очень красивое, несмотря на то, что здесь серо-голубой оттенок, а здесь такой желто-коричневый оттенок. Поэтому, ну, все равно как-то они между собой сочетаются. Я на первый взгляд подумала, как так тут серый, тут бежевый. Мне кажется, не подойдет. На самом деле все отлично подходит. А вот теперь обратим внимание на иглы. Вот такую иглу я вижу первый раз. То есть я наборами Марии Скусницы вышивала, но я еще ни разу не вышивала золотыми иглами. То есть я не знаю, какие иглы были раньше, но вот, как мы видим, игла Пермин. Она, смотрите, полностью золотая. Иголочка не крупная. Сейчас я попробую ее. В принципе, иголочка неплохая. Иголка неплохая. Она тоже не с очень острым кончиком, но все-таки он не такой тупой, как вот в других иглах попадается. Здесь он как-то такой средненький и не острый, и в то же время не сильно закругленный. Я не знаю, будет ли колоть палец, но в принципе надо приспособиться. Дело в том, что я на линде вышиваю вот так в два прокола. То есть я вышиваю вот так. Так что, ну, я не знаю, как удобно, неудобно будет. В общем, надо пробовать, надо пробовать. Как-то на первый взгляд, вроде, игла не сильно скользит. Или я так сильно придираюсь. То есть для меня это новая игла. Хочется протестировать. Ну, понятно, что все это нужно натянуть на пяльца. Ну, в принципе, иголочка неплохая. Знаете, что интересно? Вот между дырочек эту иголочку сложно воткнуть. То есть вот, если она не втыкается, значит, вы не туда попали. Ну, в принципе, классно, классно. Знаете, как у наборов Dimensions. У них очень тупая игла. И там, если захочешь промахнуться, не промахнешься. И вот такой эффект получается сейчас у меня на линде вот с этой иглой. Вроде игла не сильно тупая, но прямо она отлично проходит в дырочке. И когда упираешься между переплетением, то чувствуешь это препятствие. Кстати, классно для тех, кто страдает неровными крестиками. И я тоже не исключение. Одна из таких людей. Для меня прям просто классно вышивать вот такими комплектующими, которые не позволяют делать кривых крестиков. То есть нужно прямо умудриться сделать кривые крестики. В общем, обалденные комплектующие в наборах Марии Скусница. Не перестаю этой фирмой восхищаться. Схема, правда, у них на огромном листе. Схема на огромном и глянцевая. Но схемка проработана неплохо. В глазах не рябит. Но я все-таки люблю листы А4. То есть здесь вот так расположена схема. Потом переворачиваешь вот так. Хотя можно все это разрезать. Сейчас мы посмотрим. Если на обратной стороне ничего нет и можно разрезать, то это прекрасно. Опа, все прекрасно. Если бы здесь было еще что-то напечатано, я бы расстроилась. Ну нет, я, конечно, шучу. Не расстроилась бы. Но я хотя бы сейчас немножко критикнула бы. Девочки, мальчики, фирму Марии Скусница просто не за что критиковать. Мало того, что здесь гарантийный талон. Он всегда у них в наборах, уже давно-давно. Вот. Подробная инструкция, как вышивать крестики. И как, по-моему, даже как закреплять ниточку. Крест, полукрест, шов назад иголку. Французский стежок, французский узелок. А, девочки, ну это просто полная инструкция для тех, кто первый раз взял набор. Кстати, мои зрители канала Жили-были и Садово-Огородного канала, они переходят очень часто на канал вышивальный. И они мне писали, что некоторые даже уже начали вышивать и приобрели свои первые наборчики. Девочки, вот с чего начать вышивать? Вот, пожалуйста, смотрите, подробнейшие инструкции. То, какой набор лучше выбрать. У меня есть два урока. То есть, два первых урока у меня есть. А дальше, смотрите, все можно найти в наборах, в инструкции. Вот. Так что, вот так. Не получилось у меня покритиковать набор. Я думала, что на обратной стороне что-то напечатанное. А на самом деле все идеально. Вырезаете вот отсюда вот схемки. Вот эту вырезали, вот эту, если вам не нравится большой лист. И у вас остается вот такой. Слушайте, ну так хочется мне уже начать и хотя бы на один наборчик из этой серии вышить. Я, конечно же, очень много всего поначинала. Но, 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 прям руки чешутся. Девочки, руки чешутся. Поскольку я вышиваю сэмплеры все заморские, но наши наборы я тоже очень люблю. И поэтому, прям я думаю, что параллельно сейчас с этими сэмплерами я, наверное, начну вышивать и наборчик от Марии Скусницы. Для того, чтобы потом у меня в готовых работах было с чем сравнить. То есть я заморские сэмплеры покажу и также покажу сэмплер от Марии Скусницы. Но я просто уверена, что он не будет хуже, чем заморский. И тем более, если мы еще сравним цену, да, сколько стоит заморский сюжет и сколько стоят наборы от Марии Скусницы. Ну, это просто шикарно. Просто шикарно. За такую цену, чуть более 1000 рублей, приобрести такой шикарный сэмплер с классными комплектующими. То есть это не просто абы какие нитки и канва равномерка, лен, нитки финка. Ну, в общем, все на высшем уровне. Ну и теперь хочу показать вам сэмплер от фирмы Мережка. Очень много сэмплеров у этой фирмы. Они разнообразные. Вы знаете, это не единственный сэмплер, который я хочу от фирмы Мережка. Когда я их разглядывала, я хотела абсолютно все. Я даже не могла выбрать. Какой выбрать? Рождественский, летний, осенний. Тоже вот такой классный. Я, кстати, не могу сейчас понять, пришиваются отдельно вот эти вот кусочки или нет. Я сейчас открою и посмотрю. Тоже вышивается на 16-м каунте. Почему говорю тоже? Потому что все наборы, которые я в свою коллекцию приобретаю, либо 16-й, либо 14-й каунт. 18-й очень-очень редко. Если уж прям очень нравится дизайн, я потом меняю канву. Но не хочется менять постоянно канву, поэтому лучше сразу покупать 16-ю или 14-ю. Сейчас давайте посмотрим, как интересно сделаны наборы Мережка. Вот смотрите, как у них превью оформлено. То есть это идет отдельно. Вот такой идет вкладыш. И если мы его достанем, мы можем посмотреть, какие еще есть картины, наборы от фирмы Мережка. Вот смотрите на 16-й канве, какие шикарные подсолнухи. Осенняя тема – это моя тема, потому что 22 октября у меня день рождения. И я очень-очень люблю осенние сюжеты. И еще вот такой красивый сюжет есть у фирмы Мережка. Вообще, конечно, обалденные разработки. Ой, какие красивые снегири. Боже, какая рябина. 16-й каунт. Но я бы заменила эту синюю канву на другой цвет, потому что я на синем, на черном вышивать не могу. Но если вы можете вышивать на черном, на синем, это вообще обалденный сюжет. Вот именно на темно-синей канве обалденный сюжет. Я бы, конечно, бы заменила на какую-нибудь другую, бежевую, там, да, я не знаю, ручного окрашивания, еще какую-то. Кстати, нужно наконец-то уже взяться и покрасить Линду, как я собиралась, чай, кофе, какао. Вот. То есть осенний такой сделать, осеннюю основу. Давно хочу заняться этим. И вот такой бы сюжет, конечно, было вышить классно. Но смотрите, что интересно. Наборы Мережка у нас в России, они все-таки подороже. Они в другой ценовой категории, не такие, как, допустим, наборы Марии Скусница. Если приобрести набор, потом еще заменять на канву ручного окрашивания, это, конечно же, выходит очень дорого. Это красиво, несомненно красиво, но для российского потребителя это все-таки очень дорого. Но шикарно. Шикарно, девочки, мальчики. Просто шикарно. Для меня фирма Мережка тоже считается новой, потому что я еще ни одного набора от этой фирмы не вышла. Сейчас, смотрите, все почти фирмы переходят на такую комплектацию. У Мережки такая комплектация уже была. У Лукасовала, ну и сейчас другие производители, наши российские, тоже переходят на такую комплектацию. Вот я показывала вам в предыдущем видео набор от Летти Стич. Там указаны не номера, а там указаны значки какие-то, какие в ключе есть. А здесь номера. Вы знаете, я больше люблю, когда указаны номера. И в ключе номера, и здесь номера. Для меня это привычнее. Ну, конечно же, переучиться можно, но не всегда хочется на это тратить время. Вот. Опять же, я просто стараюсь сделать максимально подробный обзор. Ни в коем случае я не критикую, потому что все наборы, которые я сейчас заказала и заказываю, это все наборы с хорошими комплектующими. То есть я уже столько накупила наборов, где комплектующие подешевле. Сейчас мне хочется уже в другой ценовой категории посмотреть наборы для того, чтобы их сравнить. Но еще раз хочу повторить, что наборы от Чудесной иглы, даже с нитками Bestex, я по-прежнему хочу вышивать. То есть сюжеты мне очень-очень нравятся. Несмотря на то, что вышивать приятнее, конечно же, нитками DMC и на конве Zweigert, собственно, такими нитками и комплектуются наборы от фирмы Мережка. Вот мы видим Zweigert и ниточки DMC. Это, несомненно, отличные комплектующие. Но все-таки свою любимую чудесную иглу нитками Bestex я тоже буду вышивать. Но просто хочется сравнить, посмотреть, своими руками потрогать. Наборы, которые в другой ценовой категории. Конечно же, я считаю, наборы Мережка это далеко не бюджетные наборы. Так, ну что, теперь смотрим канву. Посмотрите, здесь два цвета канвы. Одна канва молочного цвета, вторая канва белого цвета. Это говорит о том, что все-таки вот эти кусочки вышиваются отдельно и пришиваются потом. А здесь используется канва. Но, смотрите, здесь, в принципе, идет большая зашивка. Поэтому, я думаю, что здесь лен или равномерка не особо и нужны. Если там в предыдущем сэмплере большие участки не зашиты, большие такие расстояния между фрагментами, то там оправдана равномерка. Здесь, в принципе, и на канве тоже все будет смотреться красиво. Видите, вот этого олененочка тут полностью почти зашиты. Давно я в свою коллекцию хотела приобрести наборы с маками, васильками, ромашками. И вот, наконец-то, все они у меня есть. Обалденный наборчик. Так, ну и сейчас покажу кусочек схемки. Бэкстича очень много. Бэкстича много. Для тех, кто не любит бэкстич, вышивать будет сложно, потому что бэкстич разными цветами. Вот как мы можем видеть на схеме. Вот сейчас один кусочек мы только смотрим. И уже видим красный, синий, голубой, коричневый, желтый. Вот на таком малюсеньком фрагментике и то уже сколько цветов бэкстича. Вот здесь показано, на каком цвете вышивается. Так что, вот как видите, сложно, но интересно. Меня, кстати, такое количество бэкстича не пугает. Иногда бывает, когда маленькие фрагментики разного цвета, менять то и дело нитку, вот это утомляет. Но здесь я вижу, что достаточно большие. Вот если мы взяли с вами нитку, да, вот синюю, то, смотрите, целый цветок вышивается синий. Потом берем красную, идем дальше красную. Просто когда фрагменты разбросаны, это начинает немножечко раздражать. Не хочется нить менять то и дело. Там сделала два стежка. Кстати, у меня недавно была работа. Два стежка одного цвета, два стежка третьего, потом четвертого. Так, а я, кстати, забыла, что это была за работа. И я даже помню, что я там уже не меняла оттенок, а просто некоторые места строчила одним цветом. То есть начала как положено, а потом меня это утомило. Вот, допустим, вот здесь, да, синий. А у меня было так, вот два стежка синий, потом голубой. Опять два стежка там синий, потом голубой. Кстати, забыла, на какой работе это было. Так, заговорила уже стихами, на какой работе это было. Все, пора закругляться. Большое вам спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Ссылочка для перехода в магазин, как всегда, под видео. Ссылочка для перехода в магазин.